Всем привет! 12 августа 2021 года. Нахожусь на улице имени Зои Ксмедемьянской. Улица Зои Ксмедемьянская. Это магазин Горки. Там улица Веселая. И давайте пройдемся немного. Я просто тестирую стабилизатор оптический. Вставил в него куловой Y5. Он так полегче, в принципе, как телефон. Аппарат потоньше, полегче, держится в нем хорошо. Конечно, я понимаю там качество на троечку, но зато стабилизатор его хорошо держит. Он не тяжелый. Поэтому там озеро Веселое, но я не буду подходить к нему, через дорогу перебегать. Я уже много раз снимал. С той стороны у нас площадь Жукова. Мы пройдем мимо площади Жукова, посмотрим, что там сделали на сегодняшний день. А это пройдется реконструкция строительства порта теннисного. Длительное время это здание было недостроим с 2000-х годов. Сейчас это, конечно, приобретает хороший вид. Постепенно. По ним видняется прожек на имени Ленина футбольного поля. А въезд в парк Победы. Я там сегодня снимал. Так что теперь все жители Веселой Санкт-Петербурга имеют возможность попасть в парк Победы и там кататься, заниматься, развлекаться. Отличное местечко культурное получилось, на мой взгляд. Здесь когда-то была целая аллея деревьев, их выпилили, вернее, опиловали варварски, и они засохли. Потом их убрали, снесли. Заборчик тут был, сейчас вот такой поставили. В принципе, как-то так. Ну вот с Huawei Y5, я думал, дело в зарядке. Нет, оказывается, весь телефон. Стабилизатор справляется нормально. Все-таки Motorola моя тяжеловата. Хотя качество съемки лучше, чем Huawei. Посмотрим. Motorola он выдержал 10 минут. Что будет через 10 минут с Huawei. Стабилизатор, если опять кивать головой начнет, я, конечно, удивлюсь, чего ему казалось бы надо. Значит, дело не ввести телефона, а в каких-то там программных особенностях. И пока он держится молодцом. Магазин ворки остался у нас за спиной. И мы идем в сторону площади Жукова, которая в настоящий момент ремонтируется. И вдали у нас виднеется медицинский институт Орловского государственного университета имени Тургенева. Такое интересное название это учебного заведения. ЖД вокзал, веселая Слобода через Ерцин. Маршруточка 60-я поехала. Так, а это скейт-парк. Здесь молодежь катается. На чем она сюда катается? На самокатах, на досках, скейтах. Больше пока вижу ни на чем не катается. Ну, я снимал уже скейт-парк, в принципе. Так, идем дальше. Ну, что, вот 5 минут держится молодцом. Стабилизатор хороший. Кто и гулял в районе ТЭЦ. Помню, там по тропинкам прыгал и изображение, соответственно, прыгал. Так, там у нас забор. Большой такой забор. А что за забором, я не знаю. Как-то туда заглянуть было бы интересно. А, мы сейчас зайдем вот на этот вот... Пойдем посмотрим сверху. Сейчас я залезу на это... Порошки. И думаю, смогу что-то увидеть для вас. Разглядеть. Что там находится за забором. О, а там много-много строительного материала. Асфальт убрали. Щебень, земля, песок. Вот такая видимость. Я думаю, вам хорошо видно, что там делается. Вот как все. Обстают дела на площади Жукова. Площадь Жукова ремонтируется. Когда ее сделают, я не знаю. А те два дома, желтоватых и кремовых, это уже по улице Тургенев дома. А там улица Лескова. Так. Ну ладно, хорошо. Диван Ленина. В принципе, его тоже здесь. А вот этот магазин хороший, хозяйственный. Там покупал кое-что. Строительные товары. Такой складской отдел от магазина, который... Вот он, хостовары. Он находится... Занимает весь первый этаж, где раньше был магазин Старт. О, классно. Я даже сюда могу заглянуть. И меня никто не останавливает. Хорошо. Вот такие дела. В общем, ремонт продолжается. Что увидел, вам показал. Посмотрим, что там будет в дальнейшем. Вот такой ремонт. Площади Жукова. Ну что хочу сказать про стабилизатор. Довольно-таки удобная штука. Главное, чтобы телефон был поплоще, потоньше. И весил поменьше. Тогда он с ним, в принципе, нормально справляется. А что-нибудь цепляешь тяжелого. Тяжелое, типа Моторола. Моей Мото Дженерейшн 3. Начинает головой кивать. Раз и... Не удерживает он его. К сожалению. Ну ладно. Будем снимать Galaxy S7. Тоже хороший аппарат. Вот мы вышли на перекресток. Улица Лескова и улица Тургенева. А остановка это называется... Пойдешь? Твой. Или подождешь? 909-й. Вон. Все, давай. Остановка это называется... Стадион Ленина. Хорошо, отсюда можно уехать. Ну все, пока. Все. Звоните еще. Стадион Ленина. Вот такая замечательная остановочка. Еще немножко пройдем. О, 10 минут стабилизатор держится. Значит, дело есть. Телефон и ни в чем оно. Дома старенькие такие. Так что площадь Жукова ремонтируется. Магазин стандарт, оригинальный, как новый магазин. Собачку-то снимаем, наклоним камеру. Вот так. Хорошенькая собачка. Вот так. Вот так. Вот так. Пройдусь просто. Потом посмотреть. Я представляю, как бы все прыгало. Если бы я сейчас снимал без стабилизатора, просто шел бы этим телефоном. В руке бы размахивал. Да, еще хочу заметить, что вот в это место можно попасть. То есть, если пойти из парка Победы, вот, обходить не со стороны теннисного корта, а с другой стороны стадиона Ленина, обходить там по забору. Там гаражный кооператив. Вот через него можно попасть в парк Победы. Так. Это запчасти, дом быта. А там здание 24-й школы. Что-то начинает раскачиваться стабилизатор на 13-й минуте. Может, так и надо? Не знаю. Я как-то вот так сделаю. Я еще, может, неправильно несу. Может, так вот с наклоном надо нести. Ну, ладно. Хорошая штука все равно. Всем привет. Ну, и, в общем, на том перекрестке, наверное, закончу съемку. Пойду выкладывать снятые сегодня ролики. Пишите комментарии по поводу телефонов, стабилизаторов. Будет интересно почитать. Такие мысли, соображения, замечания, предложения. Люблю Орел, люблю гулять по Орлу. Замечательно. Привет всем из Орла. Кто пока не с нами, приезжайте в гости. Торговый центр Тургеневский. Здание 24-й школы. Перекресток с улицы Новикова. И там торговый центр Водолей и АТО-магазин Водолей. А это улица Новикова. Раньше она называлась Солдатская Слобода. Если по ней пойти, можно попасть в Оврах, который разделяет дворянское гнездо от парка Победы. Я ходил, героки лежат. Теперь я походил в Оврах. Все. Солдатская Слобода. Вот прямо в Оврах она исходит. Солдатская Слобода, улица Новикова. Перекресток Новикова и улица Тургенева. Всем всего доброго. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий из Орла.